У меня сейчас, у меня какое-то прямо вот такое перенасыщение словом, любым, исходящим из телевизора и из всех этих, не знаю, как их назвать, гаджетов или как они там. И когда я даже включаю телевизор, не продвинутая, я интернетом не пользуюсь, и там что-то, может быть, даже и умное говорят, и важное, я больше не могу слушать. Вот у меня такое, такое прямо, ну сколько можно говорить, я чувствую, но данный момент, это пройдет, наверное, будет другой какой-то период, что это абсолютно не нужно. Неправда, да? Как слово изреченное есть ложь. Это не нужно, это ничего не дает. Я понимаю, что, что, а что делать? Надо же что-то делать, надо же, ну хотя бы говорить, ну может быть, хотя бы помолчать. Потому что, вот, оно, оно само себя, слово, оно себя, как сказать, изживает, да? Обесценивает. Обесценивает, да, правда. Потом их не так много слов, которыми мы пользуемся в определенном, когда начинаем говорить на определенную тему, и они без конца повторяются, эти слова, и они по кругу, они замыливаются, они уже, и им уже перестаешь верить, потому что от них нет никакой пользы, никакой пользы. Я вообще, конечно, собеседник тот еще, потому что я ужасно злыдня, и очень человек, ну как сказать, категоричный, вот, и в данный момент вот так вот я бы ответила на это правило. Вот я, например, скажу вам честно, ужасную вещь, я не верю ни одному своему слову. Своему слову? Своему. Вот я сказала, оно вылетело, и я уже не знаю, чего я сказала. Так, по ощущению. И потом думаю, а если анализирую, зачем я это сказала? И что от этого изменилось? И вообще, когда я даже, когда вот, прости господи, даже на исповеди я говорю, потом отхожу, думаю, как-то это тоже не то и не так. Так, в общем, я не знаю, как другие люди, вот, я, это, это старая моя беда, старая моя боль, старый мой грех, и я часто очень исповедую это батюшке, своему духовному отцу, вот именно эту фразу. Я не верю ни одному своему слову. Я это говорю совершенно, совершенно искренне. Я не знаю, понимаете ли вы меня? Понимаю, понимаю, и мне кажется, что это какое-то очень глубокое в себя всматривание, потому что человек часто думает, что он себя знает, и поэтому верит своим словам. Но мы ведь себя знаем очень плохо. Да, да, конечно. Но ваши слова для меня свидетельствуют того, что вы себя знаете хорошо, и поэтому понимаете, что... Это же, когда вы говорите, что вы не верите в своем слове, это же не значит, что вы врете. Нет, нет, не в этом смысле. Нет, это совершенно не в этом, правда же? Нет, в этом смысле, а вот как объяснить, не знаю. Нет, нет, мне кажется, это очень понятно. Я боюсь, что непонятно для зрителей будет, ну не для всех, конечно, но для людей, которые занимаются всеми этими вопросами, копаются в себе, в своей жизни, занимаются серьезно, как бы своей сутью, что это непонятно, но это так звучит. Ксения Сергеевна, а вот я сейчас подумал, вас слушал, подумал, я недавно с одним другом, к сожалению, переписывался, как мы сейчас общаемся, и как раз по поводу какой-то из наших программ, и он сказал такую фразу, он написал, он говорит, мне кажется, что вера – это испытание веры. Вот без испытаний вера – это только желание верить. И я как-то начал с ним сначала спорить, что вера не может быть испытанием, а с другой стороны, вот это ведь тоже то, о чем вы говорите, да, вот это испытание, и мы понимаем, что это живое, да. Вот вы сейчас говорите, я понимаю, что это… Вы могли бы что-то красивое сейчас мне такое ответить, да? Могу. А вы говорите не красивое внешнее, а вот внутреннее содержательное. Спасибо.